Всем привет! С вами Алекс и сайт rempc.by. В этом видео хотелось бы запустить новинку Call of Duty Mobile на смартфоне, эмуляторах ПК и так далее. Я думаю популярная игра, поэтому давайте рассмотрим. Сначала установил на свой смартфон Xiaomi Redmi 4X и попробовал поиграть. То есть все отлично, все быстро, с Google Play Market. А ссылка в описании, конечно же, оставлю. Скачал 1 гигабайт, все быстро установилось. Сейчас это русская версия, до этого был Китай-Индия, наверное, но сейчас тут полноценно русская. Вот именно сегодня, 1 октября. Прошел обучалку такую, пострелял, вполне себе неплохо. Если даже вот немножко рефлексы отработать, то вообще даже ощутимо так и смотрится приятно, и графика, и все резко работает. То есть, ну у меня такой бюджетный смартфон, и то неплохо все погонял. Дальше, конечно же, зашел в меню, смотрится все очень классно. Опять же, здесь, как всегда, магазин встроенный, то есть покупай, трать бабло, то есть донат тут, конечно же, офигеннейший будет. Ну в плане, как он будет на баланс влиять, это уже там более подробный нужен обзор. Но все-таки, донат всевозможный присутствует. Дальше я, конечно же, решил ворваться в сетевую игру, поскольку только сегодня вышло, и здесь, помимо такого краба, как я, присутствовали еще такие же криворуки. И можно даже сейчас, на этом начальном уровне, кого-то убивать. Давайте посмотрим, ну как вообще выглядит, как играется, пока на смартфоне. Сейчас эмуляторы попробую. Ну да, с управлением немножко, особенно, кто вот привык, кому привычно такое управление на смартфоне, так, наверное, будут чувствовать себя, как рыба в воде. Буквально там час-два приноровиться, и будет все супер. Можно поставить, кстати, здесь автоприцеливание, ну и всякую такую тему. Можно также и заметить, что и меня убивают не быстро, потому что я очень надолго остаюсь вот неприкрытым. Но вполне себе даже я кого-то иногда убиваю. Классно все перезаряжается, каких-то просадок FPS не заметил. Ну, правда, у меня и смартфон такой, ну, хоть и бюджетный, но не самый слабый. Вполне себе неплохо все работает, оптимизировано, и смотрится тоже классно. Поэтому ссылка в описании, можете, конечно же, пробовать. Тут я вот погонял, ну, то есть такая вот карта. Да, часть режимов закрыта, в том числе появится зомби-режим, но вот часть контента доступна. Еще не весь, будет побольше всякого всего. Самое главное, что бесплатно, почему бы не погонять и не попробовать. Также я решил попробовать, конечно же, эмуляторы. Сначала BlueStacks очень популярный. Тоже все нашел, установил, давай запускать. И даже первый раз до меню не дошел. То есть, ну, видимо, блокирует сам, самый Activision в серверах и так далее. Потом следующий популярный эмулятор Nox Android. Тут тоже нашел колду новую эту, установил. Все как положено запустилось. Даже дошел до меню, но все равно потом вылетало. Ну, это так, просто для галочки, чтобы вы понимали, что на эмуляторах пока не работает. Может, потом и будет работать, но пока нет. Все, все ссылки в описании. Продолжу я даже следить за чем-то интересным. Если какая-то другая интересная информация по игре, то обязательно сделаю видео. С вами был Алекс с i3mpc.b и спасибо за просмотр.